Как сделать так, чтобы ваш будущий год был самым лучшим в вашей жизни, самым прорывным, дал вам больше всего результатов, и при этом вы не убились, не попали в депрессию, не в выгорание, и получили удовольствие от всего этого процесса. На моем опыте каждый последний год из трех я расту в доходе минимум x2, а как правило x4 за год. Моя аудитория постоянно кратно растет и в качестве, и в количестве. И у меня все более становится такое медийное, звездное, успешное, реализованное окружение с каждым годом. И при этом все, с каждым годом мое состояние становится все лучше, все энергичнее, и все более счастливым и спокойным, несмотря на рост и команды, и ответственности, и каких-то результатов, и, соответственно, масштабности решений, которые я принимаю. И в предыдущем ролике на моем канале я вам рассказывала, как эффективно по моей методологии самопрограммирования жизни и дня запланировать ваш год, и при этом сделать его суперпродуктивным и суперэффективным. А сегодня я хочу больше внимания уделить конкретно инструментам, помимо цели полагания и фокусам вашего мышления, которые могут привести вас к результатам, и могут привести вас к тому, чтобы этот год действительно стал самым лучшим, самым продуктивным, эффективным, при этом счастливым в вашей жизни, ну или как минимум за последний период. Я сразу скажу, что если вы попали на это видео не зимой, и весной, и летом, а может быть даже осенью, это ничего не значит. Эти принципы помогут вам в любую часть года эффективнее работать, эффективнее получать результаты и делать это более детально. И именно благодаря этим семи шагам и этой стратегии я смогла за неделю заработать 5 миллионов рублей. Подробнее, зачем я это делала, есть в видео на моем канале. Я иду на наставничество к Саше Митрошин. И перед тем, как я вам расскажу свои 7 шагов и 7 этапов, давайте познакомимся. Меня зовут Ася, я эксперт по монетизации соцсетей, коуч ICF, и я помогаю в счастье и гармонии расти красно и масштабироваться через соцсети и запуск своих собственных проектов, благодаря проявленности. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить будущие очень-очень сильно полезные ролики. Напоминаю, что в моем телеграме я очень часто лично сама общаюсь со своей аудиторией, отвечаю на вопросы и беру темы для новых роликов. А в моем инстаграме есть все за кулисе моих проектов, моей жизни и моих личных трансформаций. Приступим. Как сделать ваши будни, ваши выходные, вашу жизнь максимально продуктивной, при этом расслабленной и легкой? И я понимаю, что в каком-то смысле я сейчас озвучиваю волшебную таблетку. Вот то, что все хотят. Много зарабатывать, мало работать, чувствовать себя расслабленно. Но на самом деле это никакая не волшебная таблетка. Это набор привычек и набор ключевых действий, которые вы должны делать, чтобы в вашей жизни именно эти результаты стали реальностью. И давайте пойдем по каждому из семи этапов. И первое, что нам нужно сделать, это фокусироваться на целевых действиях. То есть когда мы уже с вами поставили цели по моей системе, еще раз напоминаю, что если вы не смотрели это видео, начните с него обязательно, мы должны сфокусироваться на целевых действиях. И я уверена, что я не первый человек, который вам об этом говорит, но мало кто объясняет и копает вглубь, что значит сфокусироваться на целевых действиях. Для меня целевые действия глобально делятся на две большие категории. Это стратегические целевые действия и целевые действия, которые могут принести пользу в моменте. И как правило, у человека получается очень сильный дисбаланс и какие-то проблемы, когда он вообще не мыслит стратегическими целевыми действиями и вообще не мыслит действиями, которые приносят пользу в моменте. В первом случае, когда вы делаете только стратегические действия, например, создаете контент на ютубе на новом канале, на котором еще пока алгоритмы не вошли в свою работу. И вот вы все свое время впухиваете сюда, но у вас в моменте, например, проседают другие каналы трафика, проседает заработок и как бы вы не получаете энергообмен от этого действия, делаете только стратегические действия и очень быстро выгораете. Но есть и другая крайность, когда вы делаете только действия, приносящие пользу в моменте, например, только работаете с клиентами, которые к вам уже пришли и никак не работаете над своим продвижением, не записываете YouTube, не вкладываетесь в продвижение своих социальных сетей. И да, в моменте вы получаете какой-то доход с этих клиентов. Я сейчас взяла прям самый примитивный пример. Но в случае, если какой-то клиент уйдет, отвалится, вы захотите повысить чек, а клиент будет с этим не согласен, вы остались без заработка, вы остались без наработки ваших экспертных скиллов просто потому, что вы не делали стратегические действия. И наша с вами задача в идеале все свои рабочие процессы удерживать в балансе стратегические действия и действия приносящие пользу в моменте. И у меня где-то постоянно вот я начала очень хорошо расти, при этом получать классный результат в моменте, когда я уравновесила примерно 50 на 50. То есть 50 процентов дел в моем плане на день это стратегические дела, которые в перспективе мне что-то дадут. Не знаю там запись классных интервью с медийными гостями. В моменте никакого профита, но в перспективе они мне могут дать определенные возможности. Запись развития моего YouTube канала. У меня сейчас уже и как бы польза в моменте от этого идет и стратегические какие-то я закладываю моменты, чтобы потом реализовывать благотворительные проекты, реализовывать там крупные какие-то образовательные проекты. Эту возможность мне дает мой YouTube, в который я вкладываю сегодня время и свои какие-то усилия. Опять же, например, в моменте вы берете менее опытного сотрудника, но допустим на более низкую плату. И в моменте он пользы вам приносит меньше, вы больше даже уделяете фокуса на то, чтобы его чему-то обучить. Но стратегически этот человек, так как вы его обучите под себя, будет очень играть важную ключевую роль в вашей команде. Опять же, примеры действий в моменте. Когда вы сейчас в моменте работаете с клиентами, сейчас в моменте создаете, например, сториз, контент, который пропадает через 24 часа. Сейчас в моменте вы закладываете какую-то пользу. И, например, те же самые сториз, да, они через сутки пропадут. Но оно какое-то зернышко дает в стратегические действия, потому что укрепляет вашу связь с аудиторией. Но глобально это польза в моменте. То есть ваш контакт с аудиторией в моменте. Общение в директе, там какие-то продажи, еще что-то. И мы балансируем эти действия. Это первый очень сильно важный шаг. Давайте разберем на примере более простом, который будет понятен всем. Это питание и похудение. Вы можете делать стратегические действия. Допустим, заниматься в зале 2-3 раза в неделю с тренером. Питаться чуть-чуть правильнее, чем вы всегда привыкли. В моменте очень быстрого вау-результата не будет. Но стратегически явно ваша фигура будет становиться с каждым годом все лучше и лучше. И здоровье все лучше и лучше. Или вы можете ориентироваться только на пользу в моменте. И сидеть на каких-то очень сложных диетах, изнуряющих, изнуряющие тренировки каждый день. Сможете вы всю жизнь так жить, в таком ритме? Нет. Но вы можете в моменте потерять вес, а потом переходить к стратегическому, скажем так, похудению, поддержанию своей фигуры. Но совершая стратегические действия, иногда тренировочки, в целом правильное питание, можно делать действия, направленные на пользу в моменте. Например, именно сегодня в каждое свое блюдо добавить какой-то салат, который вы не любите есть. Это как бы стратегическое действие. И сегодня, скорее всего, вашему животу будет легче и лучше. Вы себя будете чувствовать легче и лучше. И эффективное похудение будет не когда вы месяц отфигачили, похудели, а потом начали питаться и тренироваться, как обычно. У вас результат уйдет. А когда вы будете и стратегические какие-то действия делать, и в моменте. Надеюсь, это стало вам понятно. Это наш первый шаг. Уравновесить в ваших делах, в каждой сфере, в которой вы хотите результат, стратегические действия и действия, которые вы можете делать в моменте. Если вам что-то осталось непонятно, можете писать свои вопросы в комментариях. Я буду выборочно отвечать на таких самых ярких примерах. Что будет относительно вашей цели и вашей сферы являться стратегическими действиями, а что будет являться действиями в моменте. Пишите в комментариях вашей ситуации, если есть какие-то сомнения. Второй важный шаг, чтобы сделать этот год лучшим в вашей жизни, это не идти чьим-то путем. Это очень-очень важно. Не пользоваться шаблонами и не повторять действия, которые уже делают многие. Сейчас действительно распространена такая штука, что у кого-то сработала какая-то связка по запуску, какая-то связка по контенту, и все идут и начинают ее к себе внедрять. И знаете, здесь получается такая обманка мозга опять же, потому что в моменте это вам приносит профит, скорее всего это неплохо срабатывает, это дает какой-то результат, но стратегически особо нет, потому что повторяя чьи-то действия и повторяя чьи-то шаблоны поведения, чьи-то связки, вы не вкладываетесь в то, чтобы становиться там топом, лидером рынка со своим особенным путем, а вы просто остаетесь там каким-то вторым, третьим, десятым, сотым номером, который повторяет действия действительно классного человека. И в моменте это может вам приносить деньги, в моменте это может вам приносить аудиторию, в моменте это может вам приносить какой-то профит, но стратегически нет. И я вижу прям тенденцию, тренд будущего периода, это не, скажем так, повторять полностью чьи-то пути, не повторять чьи-то истории успеха, а формировать свою на основе анализа инструментов и теста гипотез. И как это работает? Смотрите, я только за, чтобы вы развивали насмотренность, чтобы вы смотрели, кто что делает в вашей нишах, кто что делает в других нишах, как получается результат. Это очень сильно формирует стратегическое мышление, но смотрели как вы что угодно из того, что вы увидели из рабочей модели, можете повторить эффективно для себя. Потому что, например, вы увидите там, не знаю, у Саши Митрошной, что вот она там три раза в неделю выходит в сторис, и у нее все классно работает, хорошо идут продажи. Прикольно, можно потестить эту гипотезу, но не факт, что это будет укреплять и хорошо поддерживать отношения с вашей аудиторией. Может быть, этого будет недостаточно, или это будет даже много. Потому что, например, я столкнулась с тем, что когда я весь фокус убрала на YouTube, ну и у меня, в принципе, сейчас все процессы там по запускам идут через YouTube, я вообще практически перестала вести сторис, и у меня не было в этом потребности, у меня большая часть клиентов даже не была на меня в Instagram, там где-то подписано, еще что-то. И это печально, я сейчас развиваю эти площадки, они мне тоже нравятся, но в моменте у меня не было в этом потребности. И я могла бы смотреть на всех топов рынка, а они не ведут YouTube практически никто, и ведут Instagram. И просто повторять действия, вести Instagram, в принципе, до этого канала у меня и была такая ситуация. Но мне конкретно это не давало результата вообще, потому что мне эти инструменты не подходили. А когда я начала вести YouTube, весь фокус убралась сюда. У меня получился очень хороший результат. И я к тому, что это прикольно ориентироваться на топов рынка, на каких-то лидеров, но я за то, чтобы пробовать и тестировать разные гипотезы, разные инструменты и искать какой-то свой путь. То есть, допустим, даже вы на меня смотрите, мне многие пишут, что именно благодаря моему YouTube вдохновились, тоже создали YouTube, у меня ученики тоже создают YouTube. Я очень за. Но это не значит, что вы должны делать так же, как я. Потому что я иногда открываю, а там те же самые темы, тот же самый формат, все то же самое, как у меня. Я вижу, что эти видео не заходят, потому что в них нет прям какой-то особенной индивидуальности. А если вы будете брать работающий инструмент, пробовать переложить на себя и пробовать сделать так, чтобы он у вас сработал именно так, как вы это чувствуете на основе вашей насмотренности. А какие каналы, в принципе, залетают? А какие ролики, в принципе, залетают? Попробовали, потестили, посмотрели, какой ролик вы больше всего удовольствия в процессе получили и при этом результата. И дальше продолжаете по этому направлению идти. То есть, я бы сказала, что сейчас наступает период, когда нам очень важно развивать насмотренность для стратегических действий. Но при этом искать, как мы можем результаты, которые мы увидели в этой насмотренности, переложить на себя. Третье, что я поняла. Как бы я не билась, как бы я не проходила обучение, как бы я не пыталась заработать, как бы я не пыталась развиться, пока я не поставила в приоритет свой уровень энергии и свое ментальное здоровье, и я пока еще продолжаю путь в этом направлении, ничего не получалось. То есть, пока вы не сосредоточитесь на своей энергии, мало что получится. И я объясню, как это работает. То есть, возможно, это будет звучать для кого-то эгоистично. У нас с вами, в принципе, у русскоговорящих людей менталитет немножечко по-другому заточен. Но в чем здесь суд? В том, что, когда вам нечего отдать клиентам, у вас нет энергии, клиенты тоже страдают. Когда у вас мало энергии, вам плохо, вы грустны, вы из себя что-то выдавливаете, ваша семья страдает. Когда у вас нет энергии, ну, страдают все. Контент неинтересный, люди отписываются, клиенты недовольные, семья недовольна, вы сами собой недовольны, никто не доволен, потому что вы не поставили приоритет себя. А правило по работе с энергией, это то, что вы должны в приоритет поставить себя и свой уровень энергии. Как следствие, если вы будете довольны, энергичны, наполнены и счастливы от своей жизни, будут счастливы все. Будут довольны ваши клиенты, потому что они будут подзаряжаться вашим состоянием. Будет довольна ваша семья, потому что они тоже будут заряжаться от вашего состояния. Будут довольны ваши подписчики, будут все довольны, и вы будете только множить вот это энергичное счастливое состояние благодаря тому, что вы уделили фокус своей энергии. И благодаря этому правилу, как бы оно неоднозначно не звучало, выигрывают эти самые другие. Потому что, как только вы сами у себя в приоритете, в хорошем состоянии, вы как вирус распространяете это хорошее состояние, вы как вирус распространяете эту собранность, вы как вирус распространяете эту мотивацию и любовь к жизни через любые каналы взаимодействия с миром. И важно понимать, что когда вы просыпаетесь, у меня раньше была эта ошибка, я очень много туда энергии сливала. Я когда просыпалась, я сразу лезла в телефон, а кто мне что написал, а кому что ответить, а какие задачи на сегодня, а надо вот это сделать, а надо то сделать. Я не в приоритете, в приоритете другие. В итоге другим от этого хуже, потому что я вся без энергии, команда без энергии, мне нечего передать дальше, проекты там покапятся, еще что-то покапится, контент не вызывает каких-то там классных просмотров, потому что на энергичного человека не хочется смотреть. Мало кто об этом задумывается, но бывают такие случаи, когда вот вроде бы обложка классная у видео, название классное у видео, мы нажимаем на видео и его хочется сразу закрыть. И не потому что мы открыли видео с каким-то плохим человеком, у него там какая-то плохая карма, нет, это вообще не так работает. А потому что человек без энергии, вот он просто выложил это видео, это просто как энергетическое вампирство начинается, то есть он что-то рассказывает, что-то нам пытается полезное донести, а ощущение как будто меня в черную дыру начинает засасывать, потому что человек сидит без энергии в минусовом состоянии, а мы хотим смотреть, хотим подражать, хотим покупать у людей с энергией, у людей вдохновленных своей жизнью, у людей профессионалов, у людей, которые транслируют и классные результаты, и вдохновение, и действительно являются там экспертами своего дела, каждый в своем деле, неважно там это музыка, юмор, развитие соцсетей и так далее. И без энергии у нас не идут никакие процессы, без энергии нет продаж, без энергии нет контента, который набирает просмотры, без энергии нету замотивированной команды, которая не факапит задачи, без энергии нету заработка, без энергии ничего нет без энергии. Ну вот понимаете, просто я сама себе в прошлое это кричу, насколько глупо ставить в приоритет что-то другое над своей энергией, когда в итоге вся система как карточный домик посыпется, рассыпется, развалится просто из-за того, что вы вовремя не поставили себя и свою энергию в приоритет. Хотя все бы элементы системы от этого только выиграли. Четвертое правило это брать только суть и удерживать баланс практика и теория. То же, что я поняла, что очень сильно важно. Вот есть люди больше теоретики, есть люди больше практики. И есть вот люди, кто вечно учатся, 500 обучений покупают, каких-то наставничеств, еще чего-то. Вообще ничего не применяют или применяют там вот маленькую тютельку. А потом такие нет, мне надо еще поучиться, мне надо еще поучиться, я не готов, я это делать не буду. Есть люди практики, которые там дай бог какую-то одну книжку прочитали, дай бог там какой-то один курс прошли и сразу пошли все внедрили, 500 клиентам сделали то же самое, что именно на этом одном курсе рассказали, каком-то бесплатном на сливе или там в книжке в какой-то одной. 50 раз все это рассказали, в 50 тем для контента упаковали практики. И что одна крайность это нехорошо, что вторая крайность это нехорошо, нам нужен баланс. Видите, у нас сегодня очень много пунктов про баланс между теорией и практикой. И вот если вы чувствуете, что вы в чем-то застопорились, что что-то вот у вас не получается вырасти, проанализируйте на какой процент вы теоретик и на какой процент вы практик. Я понимаю, что это достаточно сложно так вот трезвым умом сказать, но проанализируйте даже в течение дня, сколько часов вы смотрите полезные видео по типу моего, чей-то чужой контент, чьи-то сторис, какие-то книжки слушайте подкасты и типа да, обучаетесь. И сколько вы работаете при этом часов и насколько эффективно вы это делаете. Потом задумайтесь, сколько обучений вы уже прошли и планируете еще пройти. И сколько знаний вы из этого применили. И знаете, очень часто у меня тоже раньше была позиция, что нет, это плохое обучение. И обучение реально может быть плохим, здесь как бы ноль вопросов. Но я в какой-то момент задумалась и ужаснулась, сколько я прошла обучений и какой маленький процент из этой информации я реально применила. Эта проблема не в обучениях, а проблема в том, что вот ты слушаешь какие-то модули, проходишь какие-то уроки, а там есть задания практически. И ты такой типа, ну я сейчас все дослушаю, потом практику сделаю, буду переслушивать, сделаю. Ну мне надо, наверное, еще одно обучение, чтобы практику сделать. Ну, наверное, пройду я три обучения, парился не одно, чтобы хотя бы начать рилс выкладывать. Ну то есть это настолько странный подход. У меня сейчас подход, что прям вот максимум, вот я узнала какую-то информацию, я максимум пытаюсь ее внедрить. И то у нас сейчас настолько передоз информации, что это практически невозможно. Все равно, несмотря на то, что даже если вы будете очень сильно фильтровать информацию, постарайтесь сейчас применить все, что вы знаете. Вообще сейчас проводилось недавно какое-то исследование, что человек максимум в самом лучшем случае применяет в жизнь 10 процентов информации, которую он знает. Это в самом лучшем случае. В среднем случае 1 процент информации, которую вы знаете, вы применяете в жизнь. И представляете, насколько бы лучше было каждому из нас, если бы мы вот эти 90% информации, а у кого-то 99% переводили в действие. Насколько бы уже наша жизнь изменилась. Вот если бы вы после каждого видео на моем ютуб-канале шли и делали то, что я вам говорю. Просто шли и делали, шли и применяли. Представляете, какая бы жизнь была. И я понимаю, что иногда нужно посмотреть 10 роликов, чтобы сделать хотя бы одно действие в жизни. Это как раз-таки вот больше склонные теоретики так себе делать. И это окей, вы неплохие, если вы теоретики. Но старайтесь все время анализировать. А вот можно ли я что-то еще больше из теории перетащу в практику? А можно ли мне попробовать сделать не идеальные рилс или шортс или длинные ролики на ютубе? Но в процессе подкрутить. Какая разница? Ну то есть мне же будет проще докручивать то, что я уже сделала, чем на несделанное класть какие-то знания. И отсюда у многих людей складывается иллюзия, что вот я очень много всего знаю. Вот мне сейчас буквально пальцем щелкнуть, и у меня все будет. Вот сейчас я пальцем щелкну и с нуля 100 тысяч заработаю. Сейчас вот я пальцем щелкну и с нуля миллион заработаю, или еще что-то такое. Но это так не работает. Это все работает наработкой навыков, наработкой опыта, наработкой действий. И да, эти действия будут более точечными, правильными, если вы будете подкреплять их информацией, теорией. Иначе вы будете очень много времени сливать чисто на практику. Но теории должно быть, ну не знаю, там 30% максимум от ваших действий. Вы теорию узнали, в идеале 10%. Все, теорию самое главное взяли, применили. Взяли самое главное в теории, применили. Заземляете, продолжаете использовать теорию, которую вы уже выучили откуда-то. Добавляете еще теорию. Но ту продолжаете использовать. Вот тогда это будет классно работать. И прям вот четвертый важный пункт, который поможет вам. Баланс теории и практики. Пятый, очень важный момент. Сейчас все говорят о том, что важно уметь говорить нет. Важно уметь расставлять приоритеты. Важно уметь, значит, выбирать какие-то проекты, которые действительно могут вам принести профит. Но люди, в принципе, мало что делают. Люди, в принципе, мало какие действия совершают. А им еще и вдобавок все кричат со всех сторон. Умеете говорить нет. Умеете отстаивать границы. Да вы сначала хоть что-то начните делать. Начните делать в огромных объемах. А потом начните уметь говорить нет. Вот. И я бы сказала, что пятый такой важный этап. Это уметь вступать в коллаборации. Уметь вступать в какие-то сотрудничества. Совместные взаимовыгодные истории. И я вам всегда говорю про правила win-win. То есть все должны быть выигрыши от ваших сотрудничеств. И, конечно же, важно уметь говорить нет тому, что как бы не соответствует вашему вину. То есть все очень просто. Когда мы кому-то что-то предлагаем, когда нам кто-то что-то предлагает, всегда анализируйте win-win. Как от этого каждый человек выиграет. Например, я приглашаю гостя какого-то медийного к себе в подкаст на безоплатной основе. То есть я ему не плачу. Но я плачу за студию, я плачу за подарки, я плачу за продакшн и так далее. Не маленькие деньги. То есть как бы априори, если взять просто я человек, я человек, я в минусе, я не win, потому что я трачу большую сумму денег на реализацию этого подкаста. Но у этого человека есть наработанный личный бренд, есть аудитория, есть люди, которые узнают обо мне благодаря тому, что выйдет его подкаст. Соответственно, наш win-win выравнивается, и даже, возможно, его win превышает. У него же классная аудитория, она большая, она придет. Соответственно, я проигрываю в вине. Ну, в плане, я ему не додаю с своей стороны, я плачу за подкаст, за продакшн, там, не знаю, 150 тысяч. Он привозит мне новую аудиторию. Вин неравный. За счет чего еще win у этого человека? Допустим, да, если он много аудитории мне приведет через этот подкаст. За счет того, что он, например, не имеет продакшна для ютуба. У него нету своих каналов, у него нету вот этого контакта глубокого с аудиторией. Он может, благодаря моему подкасту, раскрыться лучше и поконтактировать лучше со своей аудиторией. И здесь уже моя, как бы, задача, как ведущего, сделать так, чтобы это был душевный подкаст, классный подкаст, который реально будет отвечать на вопросы его аудитории потенциальной, что им интересно. Получается, у нас win уже немножечко выравнивается. То есть я получаю аудиторию, но плачу. Человек приводит аудиторию, раскрывается перед этой аудиторией, но, соответственно, переводит аудиторию мне. Получается win-win. И вот так в каждой коллаборации, в каждом решении сказать нет или не сказать нет, мы должны делать анализ, а кто, как выиграет от этого. И, понимаете, ну, можете сейчас подумать, там, опять же, это немножечко про детскую позицию. Ну, можете сейчас подумать подробнее про детскую позицию, есть на моем канале видео, что это меркантильное отношение к миру. Нет. Смотрите, все гораздо проще. Мы так можем растранжировать свое время. То есть я, например, выбирая час своего времени потратить на какую-то бесплатную консультацию, я лишаю этого часа мою семью. Выбирая час потратить на какую-то бесплатную консультацию, я лишаю этого часа себя. Я могла бы сделать тренировку в это время, я могла бы позаниматься с психологом, я могла бы отдохнуть банально, не проводя эту консультацию. И мы всегда, принимая любое решение в своей жизни, сделать какое-то действие, с кем-то пообщаться и так далее, мы что-то теряем в моменте. В идеале, как у нас должно работать, что если как бы вот этот, условно говоря, профит от бесплатной консультации, то насколько я могу помочь этому человеку, чувствовать себя хорошо после этого, превышает, например, час проведения в моей семье по ценности, я могу принять это решение, например, да? Или, допустим, эта же бесплатная консультация может привести к продаже, которая даст моей семье деньги, за счет чего моя семья начнет более правильно питаться и улучшить свое здоровье. Вин-вин, понимаете? И я понимаю, опять же, что, может быть, это очень сложно будет сейчас для понимания, вот так вот, если прям напрямую на свежий мозг, но любое решение в нашей жизни — это жертвование в пользу какого-то другого решения. Принимаете решение согласиться на что-то, вы автоматически, заняв время каким-то проектом или каким-то интервью, или еще чем-то, отказываетесь от каких-то других возможностей. И у вас не будет дисбаланса по энергии, у вас не будет жертвы, у вас не будет детской позиции, если то, на что вы согласились, будет соответствовать вашему вину с тем, что вы отдадите взамен. Там, ваше время, вашу энергию, ваш ресурс какие-то, еще что-то. Тогда здесь все четко. Или, например, то же самое. Я иду сейчас на обучение за 5 миллионов рублей. Ого! Можно так со стороны подумать и подумать. О, ну Ася не в вине. Ася просто отдает 5 миллионов рублей за какое-то обучение. Но нет, потенциальные там знакомства, потенциальные возможности рекламы, коллаборации, мои знания, рост моих проектов, масштабирование. Я как бы так, когда вот взвешиваю, я понимаю, что 5 миллионов, как будто бы это даже мало за то, что я могу получить на этом обучении. И это может, вот знаете, как бы в цифры, вот так вот в понятной логике, не совсем укладываться. Но если мы посмотрим на это как на инвестирование, и вообще на ваше время как ресурс для инвестирования. Инвестирование в тренировки, инвестирование в то, чтобы пойти правильные продукты выбрать, инвестирование в общение с каким-то человеком. Мир становится другим. И мир становится с более взвешенными решениями, в которых вы не чувствуете жертву. Потому что самое частое, что я вижу у своих клиентов, мои ученицы начинают работать себе в ущерб, себе не в вин. Например, за слишком низкий чек с клиентом. Что? Слив энергии, ощущение, что клиент заколебал, токсичное отношение с клиентом, усталость, нехватка времени на семью, потому что вин-вина не было изначально. И вся проблема, если у вас сейчас там тревога, не знаю, слив энергии, вот плохо вы себя чувствуете, как-то вот медленно вы двигаетесь, нету вин-вина. И также на самом деле можно анализировать каждое свое действие. Вот сколько вы потенциально можете с этого действия выиграть? Например, сделать одну сториз, ну какой-то в моменте классный контакт с аудиторией. Может быть это вин, может быть это вин, может быть это там повлияет на какие-то продажи. Снять одно видео на ютубе в моменте может быть не такой большой вин, но в перспективе, опять же, стратегически, это вин, что это видео может автономно без вас хоть 10 лет работать, продавать ваш продукт. Видео может автономно хоть 10 лет приводить вам новую аудиторию. На это видео надо всего лишь один раз потратить время, оно десятками лет будет работать на вас и так далее. Ну то есть, опять же, взвешивать действия с учетом вин-вина, что вы тратите и что вы получаете. Шестое. Это фокус не на деньги. Начали с того, что как вы хотите больше зарабатывать, стабильнее, хорошо себя чувствовать. Но шестое мое правило, которое у меня всегда работает, как только я смещаю фокус не на деньги, а на то, какую ценность я могу создать для людей, какую ценность я могу создать для себя через какой-то проект, через какое-то сотрудничество, у меня все идет очень сильно хорошо. Как только я фокусируюсь на деньгах, как на цифре, как на самоцели, это никогда не работает. И вот тут такой очень важный момент, в общем, не фокусироваться на деньгах, потому что деньги — это следствие того, сколько ценностей вы создали в этот мир и сколько ответственности вы готовы нести, создавая эту ценность. То есть тут тоже очень сильно важно. Я понимаю, что не во всех профессиях от работы взаимосвязано, но если мы говорим про работу на себя, когда вы сами выстраиваете график, сами выбираете клиентов, сами выбираете продукты, короче, сами себе начальник, это работает ровно таким образом. И вопрос с деньгами надо решать не с вопроса, а как больше заработать, а где больше найти клиентов, а как поднять чек, а надо начать с вопроса, а как мне больше ценностей дать на больше чек, а как мне большему количеству людей продать мои продукты, а как сделать так, чтобы этим людям помогли мои продукты, так, чтобы я с горящими глазами про свои продукты рассказывала. И здесь очень много процессов выходит из этого как бы. То есть деньги — это следствие выполнения качественной работы и создания ценностей для других людей. И когда мы на них не ставим фокус, они у нас растут, когда мы, соответственно, стратегически думаем, как создать еще больше ценностей, еще для большего количества людей, еще большее количество людей привлечь в эту всю историю. И, конечно же, совсем без фокуса на деньги, деньги зарабатываться не будут. Но когда вы это не будете ставить на первое место, все будет работать очень-очень хорошо. И седьмой этап, самый важный, который точно вам поможет сделать прорыв, это помнить, что привычка и план важнее мотивации, что важно вырабатывать привычку действовать, что иногда трудолюбие и дисциплина — это и есть основа для вашего успеха. С какого-то этапа, когда вы наладили баланс теории-практика, когда вы наладили баланс стратегических действий и действий, приносящих профит в моменте, наступает этап, когда нужно дисциплинированно делать целевые действия и стратегические, и приносящие пользу в моменте, и направленные на расширение вашей теории в голове, и направленные на расширение вашей практики. И с какого-то этапа решает только дисциплина. Только дисциплина и только точечные действия. Мотивация приходит и уходит, вдохновение приходит и уходит. Дисциплина и привычки остаются всегда. Именно дисциплина и привычки создают результаты. Не поток, не действие из легкости, не сегодня захотела, сняла видео, завтра не захотела, не сняла. А дисциплинированные действия из привычки. То есть, конечно же, нет сути вам, допустим, как собственнику бизнеса и проекта выполнять операционку, когда вы можете ее делегировать. Да, вы можете себя там воспитать, ввести это в привычку, делать операционку, но проект не будет расти от этого. То есть мы делегируем максимально все, что мы можем не делать, но при этом остальные действия, которые зависят именно от вас, это всегда дисциплина и привычка. Привычка создавать контент, привычка правильно питаться, привычка выдерживать режим и ложиться спать вовремя и спать по 8 часов, привычка не брать в руки телефон с утра, привычка заниматься спортом, привычка не общаться с токсичными людьми, привычка не потреблять токсичный контент, привычка отписываться от людей, которые вызывают у вас только негативные эмоции. Это все привычка. Из какого-то этапа ваше вдохновение и ваш поток не будут никому нужны. Нужны будут только дисциплина и ваши действия. И еще, наверное, маленький по скриптам, что я хотела добавить, это не бояться совершать ошибки, потому что иногда вы вот о чем-то попросили, допустим, хочу быть самой известной блогершей на ютубе, не знаю, там в теме астрология. Вы об этом попросили, вы этого очень сильно хотите, а потом начинаете переживать в моменты, когда, допустим, у вас падают просмотры или начинаете переживать в моменте, когда там клиентка на вас подает в суд или что-то еще. А вы не понимаете, что чтобы стать самым успешным блогером в этой нише, вам нужно научиться справляться с периодами, когда у вас будут падать просмотры и делать что-то новое. Для того, чтобы стать самым лучшим блогером в сфере астрологии, разбираться с кейсами недовольных клиентов и выстраивать работу, исходя из рисков на такие ситуации. Просто вы об этом попросили и якобы ошибки и якобы плохие ситуации, которые с вами происходят, плохие, они даны, чтобы ваша цель была реализована. Потому что не пройдя этой ситуации, вы не можете вашу цель реализовать. И каждый раз, когда у вас не залетают какие-то ролики, нет продаж, что-то еще. Конечно, это может означать, что вы совершаете ошибки, но иногда это может означать то, что вам нужно пройти этот опыт и нужно совершить эти ошибки, чтобы получить кратно новый результат и чтобы прийти в ту точку, которую вы сами себе загадали. У нас уже начался такой семейный вайб на набережной, под домом, вообще обожаю наш район. Поэтому мы закругляемся. Желаю вам успехов в новом году, успехов в вашем новом периоде. И помните про мои правила. На самом деле для вас будет уже большая победа, если вы хотя бы одно или два правила из семи внедрите завтра, послезавтра, сегодня уже в вашу жизнь и станете тем самым практиком, который поглощает качественную теорию. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить будущие полезные видео. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезно. Пишите любой вопрос в комментариях, который вас интересует, и я либо сниму следующее видео по этому вопросу, либо отвечу вам в моменте. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за тем, как я прохожу обучение за 5 миллионов. И подключайтесь к телеграмму, чтобы влиять на тему будущих роликов. Если вам на данный момент интересны разные формы сотрудничества, быть гостем в подкасте или, возможно, какая-то личная работа, заполняйте анкету по ссылке в описании. Была очень рада вас видеть, очень рада поделиться своим опытом. Всех обнимаю и до встречи в будущих роликах на этом канале. Всем пока!